вот сегодня 28 октября 2015 года среда ну после молитвы я всегда захожу в интернет если он работает и по скайпу мне скинули вот такая то есть опять новинка обличение лапкина православным христианином это крупным масштабом можно показать и начинается вот так что они означают а ты я знаю кто это делает это священник дудин сергей из северско-томской епархии и виктор скуратовский из владельстве кажется в америке они никак не могут успокоиться никак недавно я разговаривал с одним человеком епископом митрополитом и а что это такое в епархию присылают там против вас вот такое то есть они ни перед чем не останавливается и такое впечатление что они убить вас хотят это чтобы не подумали на определенного епископа я не говорю даже где это не один меня священник который быстро все это узнают потому что у меня есть знакомые близкие почему с чем связано ну я ответить должен раз меня спрашивают потому что я не такой как они а они этого не терпят я когда приезжал к нам последние на 16 сентября 15 года местный митрополит барновельский алтайский сергий иванников и я зашел в алтарь благословился сказать проповедь у меня просил прямо когда к кресту подходил прошлый раз что проповедь сказал но я сказал не в обещании сейчас я не говорю я отошел от этого и говорю проповедь сотворил человека по образу и подобию я показал что такое и как сегодня и какие подобия что в это входит качество сколько то есть бесчетное бесконечное всеохватное количество но я взял одно только свобода бог наделил нас дивной свободой так вот я обладаю этой свободой в полноте и при том не день не два а целая жизнь и поэтому объяснимо как андрей кураев говорит если бы игнатий отзывался по другому и вепархии к нему отношение было совершенно другое но и я говорю так как я вижу это во свете библии повторяю меня судить может любой но одно условие во свете библии а из того что вот он сказал а там его кто-то поддержал и он наговорил ну это все вот я так и понимаю обличить и лапкина и эти слова горят означает просто все что они здесь сейчас городят на на если не соответствует действительность она все сгорает в судный день сгорит написано как уголь останется солома сгорит вот они показывают а как понимать по-другому еще ничего нет на нее делает настрой еще не знаем что там будет обличить и лапки на эти буквы горят как понимать вот мы считаем кирилла и мефодия идут там были место мусульманское где там город деревня ему показывают это видите нарисовали шайтанов то чертей вы вынесли там не знаю статуэтки или что и на воротах это у всех христиан пометили как сейчас инвалиды войны там звезда пятиконечная чтобы о нем позаботились а это так случае убийства варфоломеевскую ночь устроить и знать где кто есть как вы думаете что это такое я не думаю что это не чистая сила правильно на почему ему в этом доме есть нет но это означает в этом доме нет его на улице этого черта выгнали а где нету там мусульманин живет в доме в сердцах людей объяснение то просто эти сразу сели как же это мы не подумали об этом я ему объясняю что это означает дело в том что здесь будет идти беседа вот в этом самом месте где сижу на этом квадрате вот на этом стуле я сижу сижу перед компьютером его здесь сидит один человек они не знают кто но он пришел обречать меня обречитель этот и поэтому раз они ухватили за него и ставят сюда ну оформляет соответственно какую-то музыку пение там дают и там это щелка не будут это легко эффекты создать но они на его стороне а у него главное что я снимаю он против что снимает ну кому непонятно то в моем доме пришел человек я его принял я веду съемку но не я веду а брат ведет съемку а человек этот недоволен но недоволен но до свидания вышел и никакой съемки дальше не будет распрощался он не уходит съемка идет он идет так вот люди которые это ставят это бешеная когорта за мной гоняются сейчас они они не могут успокоиться они все подгребают выпили так они берут этот ролик на моем канале в ютубе и он говорит что я не хочу чтобы снимали но если вы на его стороне я бы его послушался ролика не было и вот этого бы не было и так понятно что тут непонятно то я бы не снял и ничего бы не было но раз я это снимаю выставляю на все общее обозрение значит я его не боюсь вы можете украшать его надписи делать звуки какие-то это фуканье пуканье там свои вставлять меня это не касается это ваше мое то что вот он сидит и говорит а то что вот оформили экран и там вспыхивает горит раздаются звуки здесь этого не было это ваше это то есть вы хотели как-то показать в отрицательном смысле а он говорит как раз не судите а весь ролик о том что я молчу а он меня судит вы вдумайтесь то что делается то этот ролик он обличитель вас что вы если придет время и дух божий вас когда-то коснется если вы его не похулили дух божий то и вы поймете как хорошо что этот ролик есть и вы на него вышли и вы что-то узнали узнали то что сейчас я говорю а не то что тот человек говорит говорит он свое видение а каждое его слово я легко могу опровергнуть потому что он не где-то он рядом этот человек мне не чужой близкий близкий и поэтому мне легко говорить но его здесь нету и с ним разговаривать никак нельзя отвечать нельзя и по какой причине я могу сказать только при нем вот сейчас ничего опять у нас была с ним конфликтная ситуация он вышел из своего дома в потерявке живет а в это время отец аким уже сидит в машине и поехал каждый год он уезжает на месяц по россии месяц и одно и то же там монастыри мощи монастыри мощи друзья этого всего иван да там какой-то петра белоруссии два места куда заезжает а ну москве кому-то заедет там племянница наша живет месяц целый быть среди чужих я уже в машине вещевая батюшка не езди здесь столько работы в окрест селах пойди на благовестие здесь мы сейчас работаем где-то надо вызвать где-то что-то не под каким видом и вот этот человек на меня напустился тут же батюшка уже уехал на меня махнул рукой дескать вот ему сказал зачем дальше есть он сам себе он мне говорит я говорю тебе еще не все равно я говорю мне не все равно потому что батюшка то наш батюшка он подвергать жизнь свою опасности где ночует где едет в дороге это повышенная сфера опасности тебе зачем это нужно он поехал тебе это не нужно потому что ты старый обрядец и тебе это абсолютно не нужно но человек сидит этот деревне вот который говорит ну и что на деревне ты не он начинал я могу только сказать что он начать должен был с благодарности мы положили громадное усилие пока получили статус землю его здесь не было он дожил в другом месте и когда вот три пункта и проповедь старого брата такая ты еретик переходи к нам все проповедь закончилась и это не два не три дня это уже 300 лет и никак он не хотел пояс носить но у нас в уставе написано никак но нет насчет тебя разрешение не дается наконец согласился уже на пенсии все еще бороду правит и пояс не носит старый обрядец пояс не носит как это так вот вот первое он должен был начать благодарности деревне бы не было он доволен да очень доволен что здесь живет тишина порядок он работал тяжелая работа на электропоезде здоровья часто не хватает то другое это влияет на мозги на все электричество повышенная мощность там высокие излучения и прочее он дальше говорит и в чем он меня обвиняет здесь он пришел с письмом это письмо было я его он не опубликуешь его в интернете опубликовал поместил старое обрядчество тема а куда я должен плавать а теперь не туда поместил зачем мне командовать форум мой это на форуме помещен еще даже не было в ю тубе моего видеоканала поместил где мог со всеми запятыми дальше недовольно что я комментирую его ну ты говоришь перед всеми письмо прислал комментирую его не где-то в нашем собрании после богослужения то есть недоволен недоволен всем а как сделать чтобы доволен он никогда не будет доволен я к этому и не стремлюсь и я здесь молчу имею право я молчать или нет а вот они обличители это и он обличитель он говорит не судите а здесь сорок с лишним минут идет ролик и он только судит и судит меня я ему ничего не говори судите и дальше судит меня и судит не понимая моей работы не он не может этого делать на благовестие никогда не едет а говорил построить дом и поеду не поехал у меня 15 16 том открытым оком там 80 кажется 4 человека знакомые на занятия ходили община написали как они пришли к богу и в общину он тоже я напишу дом построю построил и не написал почему они чего писать этого не было он родился в религиозной семье верующий отец отец у него герой веры приговоренный к расстрелу был это был начальник радиостанции константина константиновича ракосовского он тысячи смертей смотрел потом уверовал обратился и это был мой ближайший друг звать его александр теперь его уже нет и вот этот человек судит 40 минут здесь сидит возьми мое письмо возьми мое письмо я знаю что за этим дальше идет письмо тоже самое другого не написал уже было письмо я его просчитал перед всеми людьми зачем ему это нужно он не обличает он не обличает потому что он говорит там неправду я уже знаю что есть но то что ему нужно учить непрерывно сидеть возьми 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 я имею право не брать письмо а вот ты не берешь это как раз превозношение он обвиняет тут все сейчас кто желает посмотрите вот этот ролик найдите обличение лапкина православным христианином но говорят да конжи старобрядец он православный старообрядческого направления оттуда держится как ну это название одно только а какой уж он там бог ему судья и вот здесь он непрерывно говорит чтобы я взял это письмо зачем я не беру могу не брать или нет ну я не беру это не уведомление а не уплате долгов каких-то или чего то ты написал у меня есть два варианта я свободный человек ну а ты не отвечаешь ну могу я молчать или не могу больше тут ничего нигде не то что он говорит хоть что говорю я ничего не буду отвечать почему а уже все сказано я никогда не спорю я никогда не спорю спорили с учениками христовыми они не спорили спорит тот кто ничего не знает а кто знает возвещает истину я возвестил написано после первого и второго разумления отвращайся отвращайся зачем дальше говорить о нем я молюсь каждый день это моя обязанность это и вот что они во всем интернете а у меня там около четырех тысяч роликов на виде канале моих не чужих моих которых я непосредственно участник они могли бы что-то наковырять ничего больше нет то есть они выдохлись вот эти лжеобличители и они остановились я этому метрополиту говорю а было же 40 киллеров за клявшихся не пить и не есть пока не убьют павла он гадок они что умерли не убили должны были умереть без пищи они бы умерли а чего такая к вам ненависть потому что разным служим я служу богу любви я строго стараюсь исполнять так как газ говорил господь во свете библии а имеют ли они права так это говорить пусть они сами решат и вот они показали это все сгорает это по-другому я не не могу объяснить как там показано что этих бесов где нету за что они внутри а здесь они наружу я выставил это все меня брать очень легко около четырех тысяч роликов форм 1500 тем с лишним чего же меня не брать то вот примеру сказать вот вчера я выставил 2600 фотографий этом но новое открою чтобы удобнее было вот это не 2 не 3 а речь идет о тысячах вчера за день я выставил но за это время накопилось вот мой игнатий лапкин и огнатий 1 лапкин 1 потому что у меня там его закрыли и поэтому никак не пропускает игнатий лапкин мусульманин залез подобрал ключ и все изгадил и сам мусульманские как называют экстремистскую ваххабистскую литературу рассылать но и мне только цифру пришлось подставить а потом я задумался и правда игнатий лапкин 1 я посмотрел не вконтакте больше нет никого свои фамилии и имя зарядите фамилиями посмотрите сколько будет иногда тысячи вылазит кузнецовых этих 180 тысяч а у меня я один это подходит у меня 13 тысяч восемьсот сорок шесть фотографий вот она цифра вот и вчера вот я их выставлял это по лагерю венчание как было крещением церковь иконы благовестия вот на ищи как ездили вот они где-то вчера я их выставлял большие передачи вот детский лагерь я начальник деревня потеряевка наша отдельно голуби голуби отдельно у меня дополнительно кошки кошки с кошками стоят вот где отдельно идет занятие понимаете где отдельное священство митрополит служба идет вот у нас богослужение идет они сейчас начинают бомбардировать алтайского митрополита то уважая епископа старших а сами его теперь и патриархию везде видимо жалобы идут что с ними ответ один грубое неприкрытое обеснование злопомнение я их никого не обидел кого называю никак они вырвались а что это благо моё да благословит их бог этих гонителей велика ваша награда мне есть за что претерпеть потому что я заканчиваю жизненный путь и мне необходимо это добавка потому что у меня много друзей люди которые получают книги которые возрождаются для новой жизни и все сто процентов православие все из сектантов сейчас которые пишут благодаря вашим книгам youtube мы пришли в православие они этого ничего не берут во внимание им нужен мой труп труп мой нужен но мне всегда вспоминается стихотворение николая алексеевича некрасова а николая гавриилович чернышевском на смерть его со всех сторон его клянут и только труп его увидя как много сделал он поймут и как любил он ненавидя я эти слова беру для себя мне их бог дал пережить это все перейдет вот я вчера показываю сколько пришлось выставить и тут один выставил вот маргунов мир вам игнатий тихоныч очень познавательные ролики вашего канала они охватывают весь быт жития истинного православного христианина с удовольствием смотрю ролики и жду новых мало таких людей как вы практически нет бог открывает таких людей истинных наставников и обличителей для вразумления грешников хочу пожелать вам ну и далее пи пишет что я таких получаю песен много каждый день люди которые находят бога обращаются к богу это я попутно сказать для тех кто обличить и лапкина его бы не было этого он взял мой который там это взяли с интернета с моего видеоканала когда писал вот у меня есть книга вон вверху покажи для слова божия нет уз это второе издание и когда я освободился а я был реабилитирован то по закону мне обязаны представить мое дело и мне вода ли сидел рядом какой-то юноша я не знаю может быть это какой-то студентки юридического факультета чтобы я ничего не утащил не вырвал страницу я сказал я верующий не сделаю ну и он ушел я сел медлями сидел я выписал все показания что на меня говорили когда допрашивали и поместил сюда самые лживые обвинения все поместил до одного и мне даже друзья говорят ну зачем это теперь и к вам будут хуже относиться и проще я отвечаю я очень уважаю моих считателей я не показываю к собаку вот это против меня легко выстоять еще тысячи две роликов за одно слово какое-то не им покажешь покажется не то что я сказал неправильно и так и здесь вот здесь я сижу на этом стуле отвечаю он против с не съемки но то в моем доме в его доме как-то мы пришли заниматься пригласила жена а он пришел я не хочу чтобы снимали мы перешли через дорогу 10 одна сестра верующая жить и там провели теперь он это понял да я не говорил уходить я против съемки ему это неудобно стало ничего мы тебя смущать не будем мы уйдем а теперь съемка идет он уже нигде не против нигде я попутно все говорю у меня очень большой опыт жизненный вот должны были устроить комиссию там по объединению что-то здесь и тогда был здесь епископ московской патриархии максим дмитриев а у нас епископ евтихий курочкин от русской православной зарубежной церкви он перешел патриархию домодедовским был его поставили на пять лет как бы период перехода общий это переход соединения это все пол под сукном они решали когда совещание было за рубежом там на яке где был брат и сакрамента где они там были то решила только о признании акта каноническом общении можно причащаться было друг друга признать и больше ничего не было ничего все остальное как говорится филькина грамота им нужно загнать нас сломить и сейчас у вас епископа нет а то главное что они бьют но здесь не об этом речь идет и удивляются все а что они к вам имеют они ко мне ничего не должны иметь но они имеют и выпал такая роль планета почему шекспир говорит жизнь эта сцена на которой мужчина и женщина исполняет свою роль им такая роль выпала роль нападать кусать лгать безумствовать такими страшными словами говорить а то они на мне сейчас тренируются зубы оттащивают я скажу на мне многие тащили зубы да зубы выпали их нету этих людей они еще не знают что за этим вас последствует не знают а что вы думаете будет бог знает я не знаю только знаете которые занимались этим ни одного нету ни одного я смотрю пустое поле я их не убивал одного в одном месте находят убитого в другом третьем и это бог делает а вы угрожаете я свидетельствую называю вам фамилии александр самольцев лучший журналист московского комсомольца на алтае подполковник милиции который потерявки был везде клевет и был дружинем геннадий петрович я назову даты фамилии все все внезапно ушли из этой жизни гтрк поразогнали к поставил там какие-то фильмы ставили я выиграл три процесса против них но успокойтесь тоталитарная секта суд вынес решение мы не тоталитарные мы православные христиане суд у меня судебное решение если бы они были здесь я подал бы суд к примеру сказать они в пух и прах будут разбиты они будут пятиться и открещиваться и мы не знали мы сказали это наше личное мнение какое личное когда выставили то есть они за каждое слово должны отвечать они ничего не ответят горит что не подразумевает я знаю что то есть игнатию лапкину такой как есть гореть в огне а это они суд божий предвосхищают им никто не дал это право решать никто я хожу в церковь православной исповедую спятую нераздельно единосущную троицу меня причащал последний раз 16 сентября в этом году метрополит метрополит меня причащал московской патриархии они там глаза не встречались здесь было три епископа за вас со всеми у нас в конце были самые хорошие отношения а те которые ни разу не встречались буйствует и безумствует вот дальше мы продолжаем я еще не понял что такое горы то есть они заблудились эти я я с огнем ищут выхода и через мой ролик думает найти обличение православным христианином игнатия лапкина а я спрошу их вы этого православных христианина когда встретитесь примите его за православного или нет никак нет он старообрядец и он он многое принял от нас но старообрядчество вас-то считает никем как на одном поле с вами не сядут это понимаете или нет что двуперстить это главное вы трехперстники шепотники никоньяни ни одного святого после никоновской реформ они не признают не серапима не и она крошадского никого не признают совершенно никого и то что они говорили творили они так как игнатия не признают вот и все но так как сказал он теперь они даже не зная его он сказал правильно все правильно иначе дать взять-то на меня вообще ничего нету берут маленко олег маленко а кто такой маленко да спросите любого юрасова спросите а в россии город иваново спросите его кто такой образовал новое объединение называется церковь и она богослова что он воскреснет там ересь на ересе но он сказал против против теперь они его они не глядят кто это говорит главное сказал против какая бы собака не залаяла они ее гладят почему она гладит на игнатия они ее подкармливать начинают не получится если об олеге маленко и вы его берете все время что он сказал на меня так он на вас то вас то упор не видит вас считает абсолютно сборище беззаконников предатели и лжецы все никакой благодати там нету для чего бы он это образовывал его как раз киево-пещерской лары захватили два мешка два мешка напилил мощей руки-ноги там отпиливал расспросите амбросия юрасова ну маленько то смотрите кто что изблевал они это берут и ко мне тащат я и знаю я с людьми встречался с такими его какого они больше берут дальше зарубежного берут лев лебедев ну лев лебедев сказал да мы переписывались и что он сказал у меня материалы выходили которые к истинному православию сейчас книги помещены это о русском языке условия называется я за русский язык ну какая моя вина георгий кочетков за русский язык он православный ну ну маленько что покажите что не так за на эту тему он нападает действительно дальше возлюбите врагов ваших я против того чтобы убивать убивать а как гитлер пришел да не пришел бы вариант а другой есть если бы мы жили как положено он бы не был зачат в ту ночь шиколь грубер не родился бы джугашвили не родился бы вот как будет а когда грешили деки придет диоклетиан максимилиан лекине они будут гнать давить и мучить по-другому надо рассуждать выше и еще нападает о благовестие я говорю что на проповедь бог посылает всех 84 деяния апостола апостола остались в иерусалиме растеявшиеся то есть простые миряне дети ходили и благовествовали это толкование и она златоуста 9 том я не прибавляю ни слова к тому что должно здесь быть вот дальше они берут на представь и это надо было искать по моему виде каналу я поставил его я снимаю они берут мой ролик и как это называется и выставляет его у себя теперь вы в администрации youtube вас позвоните скажите что вам за это будет вы сейчас будете заблокированы администрации потому что вы у меня не разрешение не взяли я вам не разрешал его брать и коверкать тут добавлять что-то где-то они знают и идут умышленно это думаю выжать из этого ролика что-то ничего там нету он говорил это и говорил но вот он говорил я письмо не взял все на этом закончилось и они там оборвали концовку еще ничего нету ну а что дальше дальше ему надо ночевать дело ночью было ночью он пил уже запертый он перелез через забор вообще ужас ползунова 6 барнаула барнаула через забор ну и ладно залез залез почему у меня жена здесь рядом он пошел туда он не может спать пришел он не может уснуть ее просит выслушай письмо это да зачем ты же игнатью написал ну выслушай вот как дело то происходит а когда вот так человек зациклен и он не может что-то это уже одержимость бесовская вот не может ведьма умереть и нужно там матку поднимать или что-то что-то кому-то передать за руку взять передать свои знания ванга не может умереть чтобы кого-то за руку не держать он не мог уснуть в эту ночь и с этим письмом он сегодня так уходит а прошло уже года два или три это нормально это не фикс и идея я пытаюсь узнать он маленько затих я ему один раз рассказал что ты недостойно причащался в это время бес вошел в тебя и поэтому вот такое буйство идет это здесь он сидел буйся нет он тут меня и толкает и как как колотит я не в ответ никогда ничего не говорю это то что было и вот сейчас когда батюшка наш уезжал и я сказал так он ну беседуем рядом стоит его сын алёша и он рахал десятка раз все больше не разговаривай не встречайся и бежать домой ну подожди володенька ну подожди ну поговорим то есть вот это есть совершенно неадекватное поведение но мы начали говорить ко мне не подходи в дом не заходи я ну когда умрешь что можно подойти это хотя к тебе звонок на улице но можно ли вызвать хотя бы близко мне человека там у тебя в доме находится но можно ли кое-кое как через кого-то говорится и вот мой ролик вот смотрите долго как показывать я с тобой еще вот я так и не понял вот это экран отрывается что он означает начинается не с самого начала повторяю они взяли без разрешения мой ролик то есть тут уже идет грубое нарушение и таких нарушений только три и youtube канал у любого может закрыт быть на их еще возьмешь он один ролик выставил его нигде нету и вот здесь обличить и лапкина этого все это дудинская вот она какая видите если надо сейчас примерно потом в конце его нажми и туда выйдешь обличитель ну обличитель ну нормально а вот даже теперь отзывы он даже не слушает сектант этот человек не знает владимир ильин и я его не знаю но уже сектант но вы понимаете что это же тебе вернется бумерангом что сеешь что и пожнешь а с чего это вдруг я сектанту сектанта нет священства они церковь не признают я признаю благодать из московского патриархата как интересно сектант а уже все это по поповские плоды растут для них все сегодня самая большая секта московская патриархия во всем эфире об этом говорят патриарха кирилла рисует служитель сатаны вам это надо вам не проглотить одного невзорова александра глебовича и таких александров глебовича и сегодня уже много написано знаете что когда спустя райт не поправились то вали кресты спасай россию пилят кресты показывает полураздетая там женщины или кто они там валят их это ваши плоды он говорит я не хочу чтобы попов ни с головой с колокольни спускали опять вы к этому подводите будто было забучено вы опять подводите к этому с этого ролика никто не обратится я выставил его тут показано в моем доме сидим я спокойно разговариваю я не понял что означает вот эти вот рамки что означает вот все здесь цифры какие-то и прочее я не знаю этого но это они на моем ролике пляшут демоны и вот эти двое я их называю как два черта из табакерки выскочили благодаренские двое грешники подобие я так не думаю что они такие ну очень напоминает это дальше говорится до этой вот встречи хотел просто встретиться летом и обговорить то есть у нас встречи были и проще и близкого человека я спрашиваю вроде он тише стал теперь и что ты он слышать вас не может на занятия не ходит а почему если на занятия пришел обязательно меня начинает долбить а мне нет я в барнауле то есть там прощения нет это злопомнение уподобляет демонам вы дальше смотрите где-то этого человека за него я все время молюсь все время молюсь и недавно было в одном месте был там конфликт с одним человеком и он был рядом и он говорил правильно и он говорил я скажу он говорил правильно тому человеку обличал потому что там в унижение попал его сын хороший добрый ну у меня ролик я был снимал это дело но пока не ставлю пока не покажу батюшки потому что там задействовано и о нем а там ничего такого и нет и он как раз говорит и говорит правильно я это скажу и вот теперь комментировать тут нечего в этом ролике потому что его надо смотреть сколько он 43 минуты 31 секунда вот оно написано ну это они его сделали а он видимо больше часа был начало тут обрезана концовка и проще много тут оформления вот маленько только пойдет то смотрите ну как хочешь понимая и воспринимая и не воспринимая вот просто твое отношение твое как говорится поведение вот в моем отношении мое поведение он судит начиная с этого он судит я ему ничего в ответ не говорю кто кого судит он говорит чувствование во Христе Иисусе а у него никакого понятия об этом совершенно нет никакого ни на благовестие его нигде нету он понимает сам я понимаю трудная работа высокая энергия он начинает говорить забывает и совершенно все забывает болеет и прочее он моложе мне кажется на 9 лет вот мой ролик повторяю и вот если бы я его не снимал а они его поддержат а он против чтобы я снимал не было бы ролика не было бы и дальше это не обличитель не обличитель это человек который настоять на своем хочет я уже принял прочитал объяснил этого нет батюшка тогда когда он только поселялся мы сказали ты недоволен да ты поступал по другому тысячу людей бы пришли хорошо ты знаешь как давай телегу выкачу на середину деревния остановись и митингуй говори сколько тебе надо будет где тысячи живешь по теряевке уже 15 сколько лет и ни один человек не приехал ни с работы ни откуда никого нету это ни о чем только свои дети где приезжают ни одного нету а у нас приезжает со всего света отовсюду из-за границы и кто бы не был едут к нам не к нему если это и приезжает старообрядцы мы их к нему отправляем и он только ой-ой-ой какие старообрядцы то есть он он то уже тут пооптерся пообмяк среди нас то он уже настоящим то старообрядцем с натяжкой можно назвать потому что мы знаем все много лет и он слышал и и прочее поэтому комментарии мои одни ворованные у них ролик они нарушили основное правило ютуба и дальше его просто закроют но я не закрываю пускай смотрят так уже 108 человек ничего пусть смотрят и вот здесь интересно показано кверху это я понимаю так одобрение 10 человек посмотрели или может больше там 108 одобрили 10 что одобрили что я ему не отвечаю молчу или одобрили то что он говорит а что он говорит это не подтверждается ничем только слова его его мнение как ему кажется у всех задача одна лишить меня свободы подмять под себя но пока это никому не удавалось почему мне нравятся слова александра третьего его спросили вот тебе советы дают министра почему ты не слушаешь и не делаешь а чего слушать они меньше меня знают до того интересно я не скажу меньше они меня знают или нет они сути дела не знают и то что он не может успокоиться письмо где то вытащит то положит то другое это говорит об определенном влиянии кого-то на человека и закончил закончится ничем и то что они его подтягивают эти гонители как назвать или хулители богохульники я их не знаю как правильно назвать этих ну люди не верующие определенно не имеющие страха больше одни под ряской под священнической ну а другой вообще из баптистов пришел и считают баптисты церковь у них и священство и все есть то есть засланцы и мне отвечать совершенно нечего да благословит их бог и в судный день чтобы им не вспомянулось их злословие а мне это как раз для меня это благодать а ты не принимаешь ничего а что принимать когда-то не соответствует действительности нету этого ничего они могут наворачивать день и ночь могут собирать у меня было такое настоятель воевал недавно его сын Александр Войтович умер отец Николай был благощинный роль его была после патриарха там уже только таких три человека было все абсолютно проданное в церкви было проданное властям к слову сказать он тоже не крестил а ладошкой мочил голову то нам не разрешается советская власть я пошел луку полномоченному седешь Александр Петрович и сказал да кто вам запрещает допустим мне хоть утопят их вот это да обманывает в полное погружение при советской власти крестили все баптисты адвентисты все пятидесятники все сектанты крестили старобрядцы и поэтому разговоры о том что у нас чрезвычайные обстоятельства мы не можем крестить я говорю какие а у нас купели нету ну хорошо у тебя нет чашки в которой налить суп ты все таки будешь варить его или не будешь чрезвычайные обстоятельства ночью пришли хулиганы украли тарелки или побили их но я тебе так докажу на каждом шагу ведь ты начнешь сразу изощряться деревянную чашку делать через крапить но ты все равно будешь есть здесь люди духовно рождаются но ты не будешь запечатать жене пришло время рожать а ты не даешь ее рожать удержит она или нет здесь не дает рождать а люди пошли в секты секты то возникли от чего феофан затворник говорит когда показываешь священство они это не слышат но когда уже весь дом охвачен пожаром он начинает суетиться но уже поздно а добра не ищут добра возникновение мусульманство и прочее это на вине монашества возникновение секты что их сейчас уже больше чем православных уже за 300 миллионов перевалило это вина священства которые не учат и они на прежнем стоят лишь бы только их кормили давали покупали свечки ко мне отношения очень даже понятно для Андрея Кураева он это сказал я свободен я ни одного слова не сказал под чьим-то контролем только во свете библии как толкуют святые отцы а Игнатий библию принимает только в своей интерпретации хорошо покажите где покажите но он говорит феофилак там какие-то вставки делает комментарии я их расширяю на сегодняшний день я поясняю им не надо правда меня брать очень легко на сайт только зайди на сайте там 38 книг не 30 38 и там я отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса в университетах по радио где я вел занятия в милиции в воинских частях меня брать голыми руками можно а их кому отвечать нигде нету кого я буду спрашивать со мной они не встречались я открыто это говорю я могу пожаловаться и могу не выставлять но я выставляю все где мы бываем я желаю чтобы люди делались лучше мы вот вернулись по великой милости божией и вы видели что мы делаем копаемся в земле три пруда восстанавливаем дорогу они нигде не могут показать ничего я в грязи да вам ли это делать вы только командуете хороший я говорю военачальник я бы командовал и сидел нет ни одного дела в котором я бы не принял участие ну не считая дрова колоть тут собирать и то те годы я все время тут пилил ну тут без нас управился Сергей Пупков ко мне если претензии есть они должны быть во свете Библии по моим вопросам в присутствии того человека который обижен вам не надо заступаться что я сказал а патриарх обиженный он за себя может поступить он не идол он живой человек идолы не могут за себя заступиться кумиры а то вот они Игнатий сказал патриарха там так а то другое он живой если я сказал неправду пусть подаст в суд я ничего больше не прошу я за то чтобы люди любили Бога и любили его по вере евангельской они евангельской веры не говорят нигде и вот поминают что крещение обливанием не признавал воина и осенецкий Лука но он же епископ значит он отвергает ваше это крещение но он епископ тогда нормально его трогать нельзя то есть епископ это главный для них Бог на земле в другом месте турки приносили детей бесноватых чтобы их покрестили чтобы демона изгнать их крестили они вырастали обрезанные турки собор епископа признал недействительное крещение с полным погружением в православных храмах недействительное но я этого не говорю но они признают его а Игнатий взял на себя власть а то подхихикивит Самсонов но он теперь Папа Папа Потеряевский они не судят они даже юмор то никакой тяжелый старообрядческий юмор юмора нет это горе миллионы душ загублено вами на совести вашей повторяю слова златоуста если одна душа погибнет по вашей вине о священник тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это всей жизни второе большая часть священников погибает если их сегодня десять тысяч но их больше то из них больше пяти тысяч будут в аду слова Иоанна Златоуста а слова Серафима Саровского во времена Пушкина это были близ сюда уже что это Игнатий Бричинин был тогда при Пушкине то никто не спасается день и ночь молился пощади их целенаправленно молит об архиереях и Бог ответил не пощежу и не помилую это не Игнатий говорит это говорит всемогущий Бог через Серафима Саровского если верить написанному но это написано в настольной книге священнослужителя написано в богословских трудах везде слова Серафима пока еще никто не опровергает почему потому что они выступают против меня что говорят как поносят это говорит о том что я не с ними это самая высшая награда я не из их когорты и то что я говорил о них что это лютые волки бешеные волки деяние 20 глава 29 стих и что они будут говорить превратно все извращать и причина одна чтобы последовали за ними последовали то что покупали свечки они им и не нужны эти люди то и будут говорить превратно чтобы увлечь за собою это не мои слова и вот они поведением своим и то что он делает корежат ролики это показывает что я прав они такие и есть волки волки бешеные а эти волки подлежат от стрелы их будут отстреливать и будет отстреливать видимо архангел ангел или сам господь бог камнями с неба будет поражать и это время совсем недалеко потому что вот это что совершается в мире россия выходит на мировую арену и понятно что армия для того чтобы она работала приобретала опыт и понятно что америка своего места не уступит и вавилон будет сожжен и в это время о чем надо думать храмы строить 200 храмов не нужны эти храмы не надо их строить надо издавать евангелие идти в народ и раздавать помогать нуждающимся бедным которые обращаются к богу никуда попало вот кратко сказать объяснение того что здесь я даже не назвал его фамилию но ничего это не дает но там я думаю где то есть его подпись на письме могут они посмотреть и увидеть вот так а тот человек который так терпеливо с братской любовью вешает Игнатия терпеливо с братской любовью ну терпеливо он написал положил у кого с братской любовью и увешивает что он говорит увешивает вы же откуда знаете он увешивает или придумывает Это его видение. Он так видит. Я уже отвечал на это ему, и отвечать больше нечего. Терпеливо выслушивает его другой человек, не он. Он настойчиво старается дать, говорится, всучить. А я его и считать не буду, уже прочитан. Но другого он не может написать. Он сам говорит, до 30 лет он и в религиозной семье не задумывался, как следует о Боге. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. В отношении людей, в отношении родственников и всех тебя, кто окружает. Конечно, может быть, не для всех это. В отношении людьми, попутно сказать, родственников. А родственники все до одного, брат, священник, пришли через меня. Все до одного, мать и отец. У нас в семье пять братьев, пять сестер. Все до одного пришли, которые пришли по качеству, через меня, через мою проповедь. Я первый уверовал. А мое, какое к ним отношение. Понимаете? Тут ни одного слова правильно-то нет. И к людям, какое мое отношение. Ну, спросить люди в общине, которые знают, где я работал, на работе, характеристики. Ну, где там власти, с властями, там КГБ, другое. Как бы исключение, может, делаешь. Но, тем не менее, так как нам видится, как ты с нами поступаешь. Вот, видится, как поступаешь. Никак не поступаю. Живет отдельно. Он живет в деревне, я в городе. С нами как поступаешь? Вот, вот, поступает с ними, значит, что-то отнимает, наверное. Ничего этого нету. Вообще ничего нету. И там я должен сейчас брать и опять это считать. Это тяжело, психически больной человек. Тяжело. В тяжелейшей форме. И вы не видите этого. И не знаете. А начинаете уже судить. Тем более, ты же знаешь, что я уже тоже не мальчик. И ты со мной так это, знаешь, пренебрежительно. Я с ним пренебрежительно. Как? Не беру письмо и зову. Как пренебрежительно? Пускай. Я говорю, мне это надоело, мне это не надо. И все, показуха. Ты меня не предупредил. Раз, во второй письмо. А что не предупредил? Снимаешь дальше, Володю. Снимаю дальше. Речь идет о съемке. Это в моем доме. У нас в лагере написано, идет видеосъемка, идет видеозапись. А что бояться-то? Но в конце концов, он согласился, стал записывать. И сейчас где записываем, он уже не протестует. То есть пообмяк. Я не докончил там, когда были в епархии. Приезжал тогда наш Евтихий. И тогда был Максим Дмитриев. И они согласились. Да, встреча будет тут. Комиссию составлять надо. Я говорю, ну, чтобы была запись, аудио, видео, писать можно было. Я журналистов приглашу. Пожалуйста, пожалуйста. Вечером еще секретарь был, Беляев, отец Сергий. Да, мы все тоже сами снимать будем. Пришли, сели. А мы тут решили сегодня, что съемки не будет. Как не будет? Да мы же с вами договорились. Сидят два епископа. Ну, скажите, нормально это или нет? То есть слово никакого значения не имеет. Сказали, договорились. Съемки нельзя вести. А почему нельзя? Ну, что мы, КГБшники какие-то, чтобы снимать все. КГБшники. Да зачем? Какое КГБ имеет отношение? То есть сами сотрудники КГБ, а теперь на меня. Я не сотрудник. Они меня сажали. Я парился в тюрьмах. Клопов кормил. И это говорит Дмитриев. Потом его убрали на его место. Вот сейчас здесь Иванников. Митрополитами его поставили. Ну и что? Ну ничего. Я встал и ушел. Вышел. А он потом, Максим спрашивает, епископ-то, наше Евтихий. Да что? Игнатий не придет, а сидит с нашей стороны два или три человека. Тут сидят священники патриархийные и два епископа. А Евтихий говорит, нет, Игнатий никогда на это не пойдет. Не пойдет. И когда обвиняет, говорит, Игнатий, он тут же говорит, вне православия. Я у них 13 лет епископом. Он супер православный. Это его слова. Его не обвинить в неправославии, нет. И отец Геннадий, фаст, если вы его уважаете. И Игнатий спасает его безупречно. Что он тут говорит? За мной нигде ничего нет. Как Евговорит, если бы я знал за собой грех, я боялся бы большого общества. Я боялся бы выходить в интернет, боялся бы ролики ставить. А теперь, что интересно, после этого у нас встреча, за этим столом, в епархии, в той же самой, мы находимся, правда, кажется, зал был другой, потом перешли. Я могу ошибиться. Там они похожие, залы где-то. Там кто-то, кажется, поменьше был. И уже были корреспонденты, уже съемка шла, и они сами снимали. Все. Я один раз поставил это дело, и теперь он не боится, и этот не боится. Все кончилось. Почему я должен на поводу и у него идти? Мне никак не понятно. В моем доме пришли ко мне. Я у сестры как-то был, беседовали, сидят священники здесь. И в это время приходит мой племянник, заходит, а тут съемка идет. А почему меня не спросили, мое разрешение? Да ты только что пришел. У нас уже полчаса идет беседа. А я против съемки. Ну вот, кухня, зайди туда, в кухню сиди. То есть он все время, как говорят, выпендривается. И сразу сел, заглох. Он пришел, выключаете все телевизоры, я пришел. Почему бы не говорил это Путин ни разу? И Патриарх не говорит. Ни Смирнов, ни Осипов их снимают. Почему мне эти условия ставят? Ты у меня в доме, еще раз говорю. Нам пытались дорогой уголовный розыск, когда нас задерживал в благовестии. Мы снимаем, все равно снимаем. Но вот подошли мы, заходим в дверь. Со мной человек идет. Так, теперь выключить. Теперь выключить. В здании милиции это ваши права. А перед дверьми мы все это снимаем. Нас задержал один, он, видно, накачанный наркотиками, милиционер-то стоит здесь. И просто трясет его. Не снимайте. У вас документы есть на видеокамеру? Отберу камеру. Ничего нет. Дальше мы идем. Идем к начальнику. Мы показываем документы. Мы с благовестнической миссией. Вот у нас 250 документов. Благодарности какие? От патриархии благодарность. Что мы занимаемся жертвами. Мы за два года пожертвовали на 7 миллионов 150 тысяч мои книги. Они неуязвимы, неистребимы. Эти книги перепечатают без моего ведома патриархия. Даже разрешение не спрашивает. Перепечатывают. Издают их. В том же самом формате. Все как надо. Начальник прочитал. И на него. Так, отпустите. Он решил лучше не связываться. С нами ничего нигде нет. Он остановил. Полный шмон делает. Ну, покажите на каком основании. Проверка идет. Сбежал кто-то, нет. Почему вы должны у нас проверить? Ладно, откройте. Ну, посмотрел коробки с книгами. Ну, видно прямо. Это в интернете стоит. Вы зарядите. Милиция. На дороге там какой-то тут ролик есть. И вы увидите. Почему я ему должен уступать? Мы это засняли. И когда зашли туда, начальник нам не запретил этого делать. И так и здесь. Смотрите. Задавайте вопросы. Глядите. Я вас, который дает отзывы, судить не могу никак. Почему? Потому что вы в неведении. Не знаете. Не знаете. Ну, поэтому слова ваши от незнания. Богу нашему слава. Ныне и присно. И во веки веков. Аминь. И наш видеоканал. Вот они. Сегодня. Вот интересно. Вот сейчас я выставил пресса. Патриарший журнал. Русский дом. Я выставляю сейчас. Что она с прессой говорит? Патриарший журнал. Вот если кто не может зайти, я сейчас открою ее. Вот посмотри. Русский дом. Номер 3. 2014 год. Журнал для тех, кто любит Россию. Тираж 30 тысяч экземпляров. Журнал издается с 1997 года по благословению патриарха московского Север-Руси Алексея Второго. Одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. Свидетельство номер 155. А 29 сентября 2011 года. В этой деревне огни не погашены. Заповедник Православия. Деревня Потеряевка находится в Алтайском крае, 150 километров от Барнаула. Это настоящая русская община. Едва ли не единственная возрождающаяся православная деревня на 17 тысяч разрушенных русских сел по всей России. О нынешнем житье и бытие потеряются, мне рассказывает идейный вдохновитель Потеряевки. Известный православный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин и его младший брат отец Иоаким. Священник местной церкви, тоже многое сделавший для восстановления поселка. Именно они стали возрождать Потеряевку 22 года назад. Окончил московскую духовную семинарию, в 78 году стал священником, вспоминает отец Иоаким. Но никогда не покидало желание вернуться в родные края. Приезжали с братом сюда и видели, малая родина зарастает бурденом. И решили, пора начинать возрождение поселка. Начинали с палатки. Теперь у деревни официальный статус. Проведено электричество, есть техника, построенный храм, школа, дома. Работают учителя, фермеры. Живут от подсобного животноводческого хозяйства и огорода. Я побывал на уроках местной поселковой школы девятилетки. С дисциплиной здесь проблем нет. И не только потому, что детей в классах немного. Воспитание это на основе заповедей божьих. Они, как известно, плохому не учат. Кстати, трое выпускников Потеряевской школы обучаются в Барнауле. Причем двое в высших учебных заведениях. В деревне действует устав свод правил поведения. Разрешение на поселение дается только тем, кто не пьет, не курит, не матершинник и не вор. Вот, например, некоторые пункты. Запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за проделанную работу или добытую вещь. Беречь окружающую среду, не позволять никому сливать, разливать горючие смазочные материалы на землю. Мыть испачканные мазуть руки и вещи у озера. По деревне не разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Таких правил много, целых 40 пунктов. Да, насчет вина есть примечание. В России это ведь вопрос вопросов. Разрешается вино только по уставу определенное время, два раза в день, не более 100 граммов. Но лучше совсем не пить, избегнешь полицания. Решаясь проверить свою благонадежность у Игнатия Тихоновича. А меня, если что, возьмете на проживание? Лапки накидывает мне испытывающим взглядом. Знаем тебя давно. Про поселок писал честно, без вранья. Не куришь, не пьешь. Как насчет матершины? Обойдусь без онова, Игнатий Тихонович. Подходишь. Выносит он вердикт. Борду только надо будет отпустить. Заголовок. Хоть еще один вдох. А теперь самое время посмотреть, как живут-потеряются. С этой целью отправляемся на усадьбу Андрея и Ирины Устиновых, воспитывающих пятерых детей. Ирина Горожанка, познакомившись с Андреем и выйдя замуж, переехала в Потеряевку из Томска. Построили большой дом, развели подсобное хозяйство. Ей здесь нравится красивая природа, спокойствие, труд во благо и окружение единомышленников, верующих людей. О душистых чайных травах с медом мы пили в гостеприимном доме Владимира Александровича и Валентины Тихоновны Устиновых. Кстати, Валентина Тихоновна, сестра Игнатия Тихоновича и отца Иакима Лапкиных, они также переехали из города. Жизнь в Потеряевке нельзя считать идиллией. Надо много трудиться, и не только физически, но и духовно. Но здесь и остаются те, кто не приемлет праздного и бесцельного существования. Еще один маленький, но о многом говорящий штрих. Отключаясь куда-либо, хозяева домов не запирают двери на замок, просто приставляют к ним палочку. Она обозначает, что хозяина дома нет. Проведем мы себя в село в такой эксперимент. Правда, полиция может не одобрить. Потом были посещения храма и детского православного лагеря Стана. Сезон, правда, уже давно закончился, и детей там, конечно, не было. Но все строения и я, и сделанные из подручных средств, спортивные снаряды, мы посмотрели. Самодельный, внушительного вида качели продемонстрировал в действии Игнатий Тихонович. Несмотря на свои 74 года, он в отличной форме. Как всегда, быстр и подвижен. Мы еле за ним поспевали. Конечно, осмотрели знаменитый подвал на территории лагеря, в котором много лет назад была тайная подземная церковь. Сейчас надобность в конспирации отпала, и подземелье стало обычным хранилищем для солений вареньев. Бывая в Потеряевке, всегда удивлялся сам себе. Казалось бы, здесь всяческие строгости и правила, основанные на подлинно православных закононах, нелегкие труды, нет кино досуговых и прочих культурных центров. Но почему-то чувствуешь себя как рыба, которую вдруг подняли с раскаленного песка и снова выпустили в воду. И ведь не один, я так думаю. 15 лет назад корреспондент алтайской правды Олег Логвинов по этому поводу написал очень хорошо. Еще заметно я приехал домой и лег спать, стараясь дышать осторожно, чтобы в раз не выдохнуть и не значая весь воздух Потеряевки. Пусть останется хоть капля, хоть еще один вздох. Заголовок Влюбленный в Святую Русь Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает, коротко отвечает он. И добавляет, 50 лет назад встреча со Христом преобразила мою жизнь. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекции в Техническом университете в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями Гюстава Доре трехтомник Нового Завета. Закладочки цвета российского флага. О комментарии Игнатия Лапкина. Эти книги были подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. За день «Газель» преодолевала более 1000 километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихонович останавливаться не собирается, вынашивая планы дальнейших миссионерских путешествий. На это скажу, что тут дальше, это уже журнал-то два года назад изданный был. В 2014 году, в прошлом году, мы проехали также опять через Чечню, Дагестан, проехали через Баку, проехали Азербайджан, Грузию и в Турцию прошли. Дальше переплыли в Италию. Я подарил книги папе Франциску и папе Венедикту. И дальше мы прошли в Францию, Испанию, Португалию. И уперлись, начиная от Владивостока, Тихого океана, до Атлантического. Потом мы в Германии побыли, вернулись. И дальше все страны Европы захватили и ушли в Скандинавию, в Данию. Там книги приняли в Королевскую библиотеку. Отправили. Задержка там была Англия, Шотландия, Ирландия. Переплыли опять море и прошли Прибалтику. А нынче в этом году по северу, по северу, это Мурманск, Баренцево море. Это то, что он говорит, намечается. Дальше я даю маленькую ставку. Это Коряло-Пене, Смоленская область и дальше, что мы не захватили. Потеряя в Келапкин, показал мне старинный колокол. Дар от людей, которых он спас от беды. То есть, тут дальше не объясняют. Я говорю, я поступаю иногда вопреки разуму, как бы человеческому. Была большая драка, свалка с ножами. И я бросился вовнутрь этой драки и развел их. Отец Арсений, когда говорится, я не сильный. Ну, когда-то я занимался кое-чем, там, боксом, стрельбой, но годы-то идут где-то. И меня никто не задел ножом-то. И потом эти люди встречались и все благодарили. Обошлось, ну, просто обошлось. А я жил, как в самой линии, вторая строительная. И тут красный свет горит. И наоборот, останавливаются поезда, ждут развилка, когда будет. И тут грабят вагоны. Я занимался с собаками. А я с собаками занимался в уголовном розыске. У меня ученые собаки были. Свет последует, а не просто сидеть рядом только. Я шел на свою работу, и в это время вижу, грабят там, ковры, холодильники вытащили, там, большие ящики масла, все, что было. Я их заставил вернуть все назад. Заставил. Понимаете, преступников заставить, это чего-то стоит. Ну, и дал им обещание, что я вас, я их знаю, просто знаю пофамильно. Я рядом жил много лет и с преступниками занимался, сотрудничал с милицией. Сказал, что я не скажу, но и дайте вы мне слово, что вас здесь больше не будет. И они мне дали слово. И прошло какое-то время, дальше уже их слова. Будто бы везли машину, везла колокол, воск, большие круги, и машина будто бы опрокинула. И когда там все они выбрали, это осталось невыбрано. И они это достали, он так говорит, и мне принес подарок. А у него, это человек, нормальная жизнь пошла, там, он, кажется, женился. Ну, совсем по-другому-то. И вот что означает старинный колокол, дар от людей, которых спас от беды. Строчка одна, но за этим целая история. Мне есть чем заниматься, а не гоняться там за Сковоротовским или за другими. У меня нет на это времени, да и это не положено мне. Зачем? А вокруг чужой колокольни визжать, подлаивать. Это моя колокольня, я ее строю. Ее очень далеко видать. И чтобы такая ярость была, это удивляются даже люди. Я вот приехал в Москву, в Москву. И сразу узнали люди, где ночью ко мне пришли тайно три епископа, три епископа разрешить вопросы. Значит, ну не все дудят это. Дуют в эту срамную дудку свою, безбожники. Три епископа пришли в одну ночь. Ну, неужели это ничего мне говорит? У них не просто доверие, а абсолютное доверие к тому, что я говорю. Один из примеров. Я нахожусь в Нью-Йорке в Синоде. И в это время там секретарем был тот, который сейчас первосвятитель или предстоятель, или как можно назвать его, Иларион Капрал, митрополит. Тогда он был епископ. Ну и на него там пришли, которые наваливаются. А я сижу просто напротив стола и все это слышу. И они на него, он говорит, ну выйдите, я сейчас посмотрю тут по документам, и видно, что он печальный такой. Когда они вышли, я говорю, Владыка, а они не правы. Как не правы? Ну, они же вот требуют там это где-то. Нет, я говорю, Анкирский собор правило вот такое-то говорит. А двукратный собор говорит вот так. Он на меня до того удивлен. Это вы что наизусть знаете? Я говорю, три года этим занимался. Я составил симфонию на каноны, на правила. Я говорю, вы вот откуда возьмите правила. Вот это. И сейчас им это все расскажите где-то. Он вызвал их правила, открывает, говорит, так вот по правилам. Какие они сразу отступились? Он говорит, а да никуда не уходи. Сиди рядом. Сейчас, говорит, еще подойдут жалобщики-то. Вот у меня какие близкие отношения с ним были. Он может что-то сказать забыл или чего-то, но после этого он со мной ездил сам. Писал обо мне к одному какому-то предпринимателю, кажется, итальянскому, чтобы нам кирпичный завод помочь. И поехали к баптистам. Я его знаю не понаслышке. Митрополит тогда был у них, Виталий Устинов, там мы были. И вот я к чему это говорю-то? О том, откуда этот колокол, как ощущает душу он, теперь мы с ними беседуем, как знать каноны. И мнение этих людей обо мне-то не такое. Нет, не такое. У меня есть дарственная благословенная грамота на всестороннюю проповедь. На бланке с печатью от митрополита Виталия. У меня приглашение приехать в Канаду было от этого самого Илариона. Я узник был. Узник. Узник совести. Я исповедник. И они меня пригласили. Я был первый за все время существования зарубежной церкви, который приехал по миссионерскому фонду. Обычно приглашают, нет. А меня секретарь подошла тогда, у митрополита была, и говорит, так у нас, говорит, это первый человек за все годы. Ко мне отношение такое, которое клевещут, это те, которые меня не знают. Они говорят не обо мне. Дальше у меня будет, что обо мне пишет милиция, журнал, что другие журналы. Это не мои. Это не я себя хвалю. Это люди, которые, вот этот корреспондент Владимир Васильевич Ритунский, вот он пишет, спецкорреспондент вот этой, вот Алтайского края, русского дома, Алтайский край. Этот человек к нам приезжал, приезжает примерно 26-й год. И он ли не знает? Как брат родной? Что бы где ни сказал, он обязательно и оповестит. Да, там моя рука была. Я у них в редакции был, выступал, говорил и все. Вот говорит человек, который 26 лет встречается, и он знает за мной то, что вот эти куролесят, два из табакерки. Нет, конечно. Он приезжает здесь и говорит, а примете ли меня в Потеряевку? Я, говорит, обязательно приеду. Говорю, безбородок не принимаем. Но он выразил как. Дальше, смотри. И даже позволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий во крестной дали колокольный звон уносит все ненастоящее, несвойственное человеку, очищает душу. Вот так и братья Лапкины бьют во все колокола из своей Потеряевки, словно созывают вернуться в православную потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Литунский, спецкорреспондент, Галдайский край. Ну, вот говорит человек, который 26 лет знает нас, живет в нашем районе, спецкорреспондент журнала благословенного патриархии. И чтобы в этот журнал твою статью напечатали, да мне еще внизу написано, вот как боремся дальше, в этой деревне огни не погашено, на заголовке. Ну, чего это стоит? И когда я приехал туда, в Москву, я им подарил книги, правда, это было воскресенье, кажется, но они уже знали, мы им написали, я говорю, вот этого журнала номеров хотя бы 10 нам дайте, чтобы для других-то. Он говорит, нужно написать заявление, мы написали электронной почтой, послали. Он дал мне не 10, а, кажется, полста. И кроме этого, другие журналы, другие номера дали мне, сейчас я не могу сказать сколько, но думаю, килограмм 60, потому что мы пачками носили. Я их потом раскладывал там, где у нас была ставка, а ставка была у нас в Калужской области. Вначале была у нас в 13-м году в Ростовской области город Шахты, а здесь в другом месте были. И мы дарили вот этот журнал, я им сказал, во всех странах, где русские люди есть. Что я сделал не так? Патриарший журнал прилагал в целой, ну, сколько, я не знаю, в общей сложности, наверное, номеров около 30 разных за разные месяца, за последний год. Сколько они могли дать, мне все это отдали. Ну, пусть кто-нибудь похвалится, что Бог к нему так расположен, вот столько давать всего. Если я Богу не угоден, почему Бог меня так обильно благословляет во всем? Почему в моем доме столько людей пришло? Почему Андрей Кураев, когда его еще не гнали, считает меня самым продуктивным миссионером в России, в современности? Почему Олег Стеняев эту мысль поддержит и говорит другим, не согласны с чем-то со мною? Андрей Кураев говорит, да Игнатий, он и меня по всем кочкам проносит. Вот, я посмотрел, зарядил в книге, я о нем упоминаю 120 раз об Андрееве Кураеве, и он не обиделся. Где он там говорит, потоп был не по всей земле, я говорю, это Евангелие надо писать или бытие от Кураева, а не от Моисея. Почему он-то не обиделся, почему эти-то сорвались? Да они не знают, что делают. И Дудин и Скоротовский. Не знают, почему. Потому что наступил момент мне уходить из жизни, и мне нужно добрать, чего мне не хватает. Меня захвалили, видите, и весы, как отец Кирилл Сахаров говорит, перевешивает. И поэтому они на тот конец теперь давят. Выровнять надо. Мне это необходимо. Это благодать Божия через этих людей. Но им-то какой жребий выпал-то? Я понимаю, а они это, не понимая, делают для моей славы в вечности. Я только прошу Господи, да прости, да не вмени им. Не вмени, чтобы они не перешли грань хулы на Духа Святого. Кто бы они ни были. Поносители для меня это все врачеватели. Не то, что они говорят слушать, а просто поношение, оскорбление. Они извращают, ролики мои переворачивают. Это никакой роли не играет. Я сижу, но сегодня сытый, проснулся. Для меня никто не запрещает ни днем, ни ночью молиться. И я этих гонителей поминаю каждый день. У этого Сергия, вот Дудина, то у него негде жить. Церковный дом. Это он по-хорошему потом относился ко мне. И я за него молюсь каждый день. Господи, дай квартиру Сергею этому Гавриилу. Для меня не существует каких-то границ. Что он против меня изменил ко мне отношения, я изменю. Я к нему отношения не изменяю. Говорю только, говори, что ты неправду. Тебе выпала роль такая. Выпала. Златоуз говорит, не на него гнев направляет, а на того, кто за ним стоит. Кто там рогами стучит. Это не он делает. Это сатана делает. Сам по себе он, может быть, никогда бы этого и не сделал. А не бодрство. Зло бы обуяло. Мстительность. А какая бодрство? За что? Злопомнение. За что? Мы не встречались ни с тем, ни с другим. Главное, это по носителям. Я тут буду выставлять и выставляю уже десятки журналов, зарубежных, люди, которые со мной работали, профессора, академики. Какой отзыв обо мне дают? Ни одного слова их нету. Нету. И они по-другому нет, как только, представьте, ректор, 21 тысяча студентов, перед всеми профессорским составом, он каждый раз раскинет руки, обнимет меня и поцелует, и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Мне это не надо. Но это его, Истиннеев Владимир Васильевич. Мэр города у нас как? Ну, все как? Как краевой судья относятся, прокурорты, те, которые мной занимались, как КГБ относятся? У меня везде хорошее отношение, и везде, кроме попов. Почему? Потому что это самое пораженное корыстью и трусостью сословие. И о них, конечно, больше всего молитва. Дай им духовное рождение. Они этого не знают. Водительство гневом. Да помилуй ты, Господь, да простит им. Богу нашему слава. Аминь.